Пленарное заседание Чугур-Кукинеша в эту среду было жарким и затяжным. Рассматривали законопроект о легализации казино. В ходе обсуждений нардепы часто переключались на другие темы. Например, предлагали опять разрешить ввоз праворульных авто. Выясняли, кто из них и когда позволил отдать кыргызские земли соседним странам. Спикер выставлял документ на голосование четыре раза, потому что члены парламентской фракции Бетюн-Кыргызстан отказывались голосовать. В итоге, после долгих и сложных обсуждений, депутаты все-таки одобрили законопроект. Но, несмотря на то, что голосование состоялось, споры продолжаются. Свежи воспоминания прошлых лет, когда кыргызстанцы, наделавшие большие долги игорным домам, заканчивали жизнь суицидом. Однако в Кабмини отмечают, играть в казино будут только иностранцы. Да и сами владельцы игровых заведений будут бояться пускать кыргызстанцев. Наказание предусмотрено очень суровое. Со вступлением закона об игорной деятельности Кыргызской республики в силу контрольные органы, в том числе и правоохранительные органы, будут наблюдать за деятельностью всех игорных заведений. В том числе будут предусмотрены определенные санкции в отношении организаторов игорных заведений. А это лицензионный контроль, а это наложение административных взысканий в сфере игорной деятельности, если они будут нарушать требования нашего законодательства. За нарушение лицензионных требований, требования законодательства будет налагаться штраф для юридических лиц 200 тысяч сомов для организаторов игорных заведений. Также предусмотрены штрафы за неправильную рекламу игорного заведения. Также предусмотрен там 45 тысяч штрафы за неправильную рекламу. Также другие санкции, чтобы все работали в законном порядке. Раньше казино строились по всей территории Кыргызстана, даже рядом с границей. Сейчас же планируют первые открытные ссыкули, чтобы туристов привлечь не только к рулетке, но и к отдыху на озере. Следующая точка – Бишкек. Игральные дома могут появиться при ресторанах на 100 посадочных мест и гостиницах, в которых расположено от 20 номеров. Казино вместе с туризмом сможет привлечь в страну много иностранцев. В мире идет борьба за товары и поток денег, поэтому нам нужен инструмент. Мы учли тот момент, что люди будут приезжать в наше казино с семьей или друзьями. Пока игрок играет, его близкие будут отдыхать и тем самым укреплять нашу туристическую сферу. Открыть казино сможет не каждый. Владельцами могут быть только юридические лица – ОСО и ЗАО. Чтобы начать игорный бизнес, придется купить лицензию. Выдают ее только зарегистрированным в Ньюстик-компании. Для открытия казино, согласно этому проекту закона, могут открывать все юридические лица в форме общества с ограниченной ответственностью, а также в форме закрытого акционерного общества. Могут открывать так же, как и наши резиденты нашей страны, а также нерезиденты нашей страны. Одобренный депутатами законопроект позволит и навести порядок в сфере онлайн-казино. После того, как в Кыргызстане запретили азартные игры, многие наши граждане от фишек к рулетам перешли к их электронным аналогам. Зарегистрированы такие казино на серверах России и других стран. Сейчас же Кыргызстан имеет на законодательном праве открыть подобные электронные заведения на своей территории, а иностранные – закрыть. Есть центр техобслуживания. Применяются новые технологии и новые программы. На сегодня в онлайн-казино все играют. Наши же граждане играют там, где это разрешено. Сервера этих онлайн-казино находятся в Казахстане и России, и в других странах. Если закон примут, то мы сможем заблокировать все иностранные сервера. Смогут здесь открыть онлайн-казино только после получения лицензии. Здесь наши граждане не смогут играть. Будут требоваться данные паспортов при регистрации. Кто даст гарантию? Закон сможет дать гарантию. Они не смогут тут зайти в казино. Экономисты уверены, кыргызстанские казино могут быть очень востребованы для иностранных туристов, особенно из дальнего зарубежья. И в первую очередь из дальнего зарубежья, потому что для них отдых, это одновременно игра, они привыкли к такой же. Вот от них мы получаем, скажем, доходы для государства в целом, но его надо четко организовывать, чтобы не пустить, чтобы дети не испортились. И так далее, вот этот момент. Тут чисто организационный, чисто охранный, как говорится, составляющий этого бизнеса. А так, в принципе, можно было организовывать. Можно, если, знаете, куляю, почему хорошо? Потому что они и в озерок отдыхают, и здесь работают, в этом аспекте. От игорного бизнеса по подсчетам 2012 года можно получить ежегодно 600 миллионов сомов, плюс обеспечить рабочими местами почти 15 тысяч человек. В случае принятия законопроекта о легализации казино, страна уже в этом году заработает от игорной деятельности от 1 до 2 миллиардов сомов. Сейчас наши подсчитали, что только для одного бара в день будут закупать товар на 500 тысяч сомов, еще 500 тысяч сомов на продукты питания. В зависимости от количества казино, около 6-12 тысяч человек будут обеспечены работой. Потом мы решим проблемы не только Тона и Лиджатио Угуза, но и других районов и регионов. Закрытие в 2012 году казино было очень похоже на советский опыт борьбы с алкоголизмом. С 1985 года две трети всех алкогольных магазинов закрыли. Купить спиртное в остальных можно было только в ограниченном объеме. Бюджет понес убытки, но алкоголиков меньше не стало. Зато участились случаи отравления суррогатом со смертельным исходом. У нас тоже совсем казино не исчезли, только ушли в подполье. Здесь нужен другой подход – нравственное воспитание, чтобы казино с пеленок воспринималось как злачное место, куда вход воспрещен. Со школьной скамьи надо рассказывать, что такое лдомания, чем она опасна и как ее избежать. Екатерина Токамбаева, Нурдан Сергеев, Пирамида. Продолжение следует...